Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Дедушка Мороз прилетел из Великого Устюга, летел над всей Россией, подарки раздавал деткам, всякие, и конфеты, и печенье, и шоколадки. И наконец-то добрался до резиденции рок-группы Валащука СД и привез им целый мешок подарков в виде стихов, рассказов, историй и новых песен, которыми они будут радовать вас на протяжении всего будущего года. А пока летел, обратил внимание на одну интересную вещь. Оказывается, многие музыканты и даже рок-музыканты косят под Дедушку Мороза, под меня закачивают. И на всяких корпоративах развлекают людей. Но я не против, не против. Пускай радуют людей от имени Дедушки Мороза и зарабатывают денежку на хорошую жизнь. Мне не жалко. Дай Бог им всем здоровья и удачи. Корпоративы это святое новогоднее. И нечего тут осуждать всякие ласковые мои, которые тоже тиражировал только самого себя. Поэтому лучше тиражируйте Дедушку Мороза. А сейчас я пойду уже вот в эту обитель рок-группы Валащука СД. Поздравлю их всех с праздником и подарю им всякие подарки в виде хору-песенок, рассказов и историй. И вам расскажу одну очень забавную историю про новогоднюю ночь. Хоть вы ее многие и знаете, но не верите в ее сказочность. А я вам сейчас все докажу. Пойдемте. О, тут грамотно, тут стукало есть. Настоящие. Кто там? Это я, Дедушка Мороз. Я подарки вам принес. Открывайте, дети мои. И будет вам счастье. Здравствуйте, малятки, хлопчики, девчатки. Несмотря на то, что многие не верят в чудеса, А я вам скажу, что новогодняя ночь, это действительно чудесное время. Очень. Оно неожиданно и приносит всякие последствия. И раскрывает всякие перспективы. Не просто так. Очень популярный фильм у нас. Ирония судьбы. Или с легким паром. Когда в новогоднюю ночь произошло чудо с человеком. Он встретил свою любовь. Не ожидая того сам. Поэтому я вам расскажу небольшую историю. Подтверждающую ту теорию, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. И с кем встретишь. Расскажу историю из собственной жизни. Из жизни Деда Мороза. А из жизни Волощука СД. Когда мне было 18 лет. И учился я на первом курсе института. Мы встречали Новый год. А у меня же было много друзей. Как и у всех в молодости. Мы же тогда еще не отличаем. Друзей от корешей. А корешей от врагов. А врагов от завистников. Это все у нас все еще друзья. Поэтому друзей было много. И мы не могли поместиться в какой-то квартире. Поэтому мы разбились на кучки. И я встречал Новый год в одной кучке. Мы его встретили. Выпили. Подняли бокалы. Веселые все. Довольные. Все нормально. Но друзей же много. И поэтому мы вышли на улицу. Там стреляли в спитард. Зажигали бенгальцы огни. И решили пойти на другую квартиру. Там другие друзья сидели нашли. Пошли на другую квартиру. И там опять веселились. И пили водку. И шампанское. И пиво с коньяком. Все пили. Потом вышли опять уже еще больше компаний. В третье место пошли. Потом в четвертое. И так провели всю ночь. Вот в этом броуновском движении. С одной квартиры на другую. С переходом через сугробы. Вот таким вот образом провели ночь. А я тогда еще не задумался над верностью поговорки. Как Новый год встретишь, так его провели. Это я потом уже анализировал. И сразу после Нового года, что-то мне чай в голову стукнул. И я решил поехать заработать себе на гитару. Бросить институт. А я же рокер был. Начинающий. Нужна была хорошая гитара. А гитар хороших в Советском Союзе не было. Это я для молодежи рассказываю. Их вообще не было. Были только вот такие вот гитары, которых настроить даже невозможно было нормально. Поэтому я хотелась серьезную гитару. Такую западную. А она стоила пару тысяч рублей. На крайний случай вам рассказывают, что зарплата инженера была 120 или 140. А мне сказали, что на Дальнем Востоке на золотых приисках можно заработать денег быстро. И приехать назад купить гитару в Москве. И сказали, что оттуда же не берут еще и в армию. Поэтому там нормально заработаешь и вернешься. И поэтому я бросаю институт. Сажусь в поезд. Собрал деньги последние. Попродавал свои пластинки. Там еще что-то попродавал. Собрал кучку денег. И сел в поезд и поехал. Из Днепропетровска в Москву. В Москве пересел в поезд и поехал туда, на Дальний Восток. Ехал в семеро суток. Доехал до города свободный. В Благовещенском, в Амурской области. Из города свободный. Я на самолете перелетел в поселок Селинджинск. Такой есть районный центр там. 500 километров. Туда больше ничего не ходит. Самолет. А из Селинджинска я уже на машине. Доехал еще километров 150 или 200 до поселка Токур. Там были прииски. Токур золото. И вот уже там я сел. Устроился на прииск. Работать. На Драгу. В электрослесаре. И начал там зарабатывать деньги. Но выяснилось, что там никаких денег не заработаешь. Обычным слесарем. На еду все уходит. И более того, оттуда конечно в армию не брали. Оттуда брали на флот. И поэтому весной в мае месяце меня аккуратненько под белые руки взяли и призвали на флот. И поэтому я из поселка Токур опять в Селинджинск. Из Селинджинска в свободный. А там на поезд. И на поезде до Владивостока. Во Владивосток нас привезли в так называемый пункт комплектации Тихоокеанского флота. Он называется экипаж. И там медицинские комиссии проверяют моряков, распределяют кого в морскую пехоту, кого в надводный флот, кого в подводный флот. В зависимости от здоровья. И там я провел 2 или 3 недели. После того, как меня отобрали на надводные корабли, то нас всей кучей отправили на остров Русский. Там было 4 учебки и дисциплинарный батальон. Это и сейчас там Дальневосточный университет. Вот я попал в одну учебку. Называлась школа оружия. Там я провел полгода. Учился стрелять из пушки. Из главного калибра. Я научился и опосадили на теплоход под названием Владимир Ильич Ленин. А раньше он назывался Адольф Гитлер. По репарациям нам достался от фашистской Германии. Нас отправили на Камчатку. На Камчатке я попал на большой сторожевой корабль, который 11.35 проекта. Прекрасный новый корабль-флагман Камчатской флотилии. Но долго я там не задержался. Пару месяцев. Потому что с Индийского океана вернулся один эсминец. Возбужденный назывался. И там люди переслужили целый год. Поэтому увольнялось сразу три призыва. И поэтому со всех кораблей флотилии, с миру по нитке, собрали по пять, по десять моряков. Откуда, сколько смогли. И доукомплектовали этот эсминец. И я попадаю на эсминец возбужденный. И продолжаю служить там. Вот так вот я весь целый год в Бровановском движении. Из Днепропетровска в Москву. Из Москвы в Свободный. Из Свободного в Селинджинск. Из Селинджинска в Току. Из Токура во Владивосток. Из Владивостока на русский остров. С русского острова на Камчатку. Там на сторожевой корабль. С острового корабля на эсминец. То есть полностью совпадает с поговоркой. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Про следующий Новый год я пока рассказывать не буду. Потому что там тоже полное совпадение. Это я оставлю на закуску на следующий раз. Поэтому рекомендую всем любителям рок-музыки. Очень осторожно проводить Новый год. Не забывай, что как ты его встретишь, так и проведешь. Ну вот, понравилась вам история, детки и рокеры. Забавная, согласитесь. Поэтому будьте осторожны, встречая Новый год. Как бы боком оно потом не вылезло. Вот так вот, держитесь. А сейчас предлагаю, пойдемте салютики позапускаем чуть-чуть. В новогоднюю ночь. Праздник же надо устроить настоящий. Погнали! Праздничная новогодняя ночь продолжается. А она таинственная, чудесная и полна всяких неожиданностей. И ей праздничности и таинственности продают бенгальские огни. Которые мы с детства все обожаем. Вот и сейчас, видите, вся страна зажигает бенгальские огоньки. И мы в том числе. А еще нам Дедушка Мороз из Великого Устюга привез салюты праздничные. Он сказал, рок-группа Волощука СД в 20-м году плотно поработала. Порадовала всю страну. Полифонией. Современным ритмом и оригинальным саундом. Поэтому, говорит, вот привез вам салюты. Хочу, чтобы они в вашу честь здесь засверкали и прогремели. Поэтому, говорит, так держать. И в 21-м году продолжайте демонстрировать всем любителям рок-музыки. Полифонию. Современный ритм и оригинальный саунд. Поэтому сейчас будем запускать салют. Всем рокерам привет! Ну что, хайби-метал-поп со шансончиками, нравится вам салют в честь рок-группа Волощука СД, а? Вот. И в вашу честь будет такой салют, если вы будете делать чисто стильную музыку, осмысленные те, кто без мата. И вот Дед Мороз привезет вам вот такой салют. И даст его в вашу честь. А пока в честь рок-группа Волощука СД. С Новым Годом! Ну вот. Видите, какой прекрасный салют в честь рок-группа Волощука СД. Прозгремел здесь, над нашей резиденцией. Спасибо, Дедушка Мороз. Отметил, отметил рок-группа Волощука СД, что она работала неустанно весь 20-й год. и будет работать еще и в 21-й, и как можно дальше. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук. Волощук, Волощук.